ваше тело просит воды вы знаете при том что вы на 98 процентов по количеству молекул состоите из воды и на 1 процент всего уступаете медузе у нее 99 при том что при рождении вы на 85 процентов состояли из воды если вы мужчина с хорошей мышечной тканью то вашем организме воды 75 процентов если вы довели себя до определенной стадии ожирения то вашем организме примерно 60 процентов воды если вы не знали что такое водный баланс и плохо его соблюдали довели себя до истощения то вашем организме 45 процентов воды и при всем при этом ваш организм просит воды только в двух случаях если вы заканчиваете сухое голодание или если вы перевели свой организм на хроническое водное голодание только в этих двух случаях ваш организм действительно просит воды а во всех остальных ваша рим спросить еды потому что вода вашему организму по большому счету чистая вода вашему организму не нужна. Потому что вода это машина, которая должна принести какие-то полезные вещества к клетке, участвовать там с ними, обеспечить им обмен веществ и вынести те шлаки обмена веществ, которые там образовались и удалить их из вашего организма. Как только вода в чистом виде попадает в кровь, ей нечего нести в клетку, а если вы ведете нерациональный образ жизни, так она от токсины занесет. И клетки будут мягко выражаясь нехорошо от этого. И вот такая чистая вода легко удаляется из организма. Но при этом вы фактически свой организм, свой город с множеством улиц и районов вызнали на улице пустые машины. Что вы с этого получите? Пробки на дорогах. Раз. Расход на горюче-смазочные материалы, амортизацию машин как минимум зарплату водителя. И все это вы потеряли. Затем это надо. Вам нужен обмен веществ в вашем организме. Вам нужен во всех районах города, магазинах, все было. Нет дефицита, все работают хорошо. Есть дефицит, разные районы работают плохо. Так вот для того, чтобы все клеточки, все органы в вашем организме работали оптимально, ваш организм просит не воды. Ваш организм просит еды. Поэтому чистую воду, забудьте про нее. Вода, как H2O, вашему организму не нужна. Есть воды низкой минерализации. Это когда сухой остаток меньше 100 миллиграмм на литр воды. Такую воду тоже нельзя долго употреблять, потому что она очень мало вносит в ваш организм. И очень много выносит. Эта вода дефицитна. В том плане, что она вызывает дефицит полезных веществ у вас. И такую воду длительно использовать в питье нельзя. Есть воды более высокой минерализации. Это от 100 миллиграмм до 1000. Это обычно входит сюда столовые воды и некоторые минеральные. Такие воды можно дольше использовать для питья. Но они опять-таки дефицитны по той простой причине. Они несут минеральные соли неорганические. А вам нужны органические. Вы живой человек, а не машинка. Были бы роботом, да. Пейте воду с неорганическими солями. Хотя забиваются трубы легко и просто. Поэтому такая вода тоже не очень нужна вашему организму. Если минерализацию воды еще больше повысить, срок ее безопасного потребления еще в большей мере сокращается. Воды высокой минерализации можно пить короткими курсами неделю, две, три максимум. А дальше могут быть серьезные нарушения. Поэтому такая вода, да, это тоже еда, но еда не очень полноценна. Так какую же воду хочет ваш организм? Вы знаете, ответ очень простой. Когда вы пьете чай, кофе, это тоже действительно, вот это уже еда. Это абсолютно верно. Это истина. Потому что в этой воде вы растворили, да, пусть бедненький чайный лист, пусть не такой полезный по составу, потому что ограниченный все-таки состав. Кофейное зерно. Но вы уже дали еду. И эта еда действительно дойдет до вашей клетки. Потому что в воде есть, что туда принести. Мало, скромненько. Но принесет. И вот эта вода очень нужна. Вот такую воду ваш организм просит. Он требовать будет ее, если вы не будете давать. И будет отвечать вам снижением работоспособности. Но если вы хотите еще больше порадовать свой организм, еще большую, более полноценную воду хотите дать, да не вопрос. Готовьте компотики, готовьте супчики, делайте вытяжку из пищевых продуктов и с помощью воды приносите ее к клетке. Пусть она на этих продуктах работает, пусть она получает удовольствие, а вы получаете хорошую работоспособность. Вместо осенней депрессии, которую очень часто накрывают людей. я думаю, что вы поняли, какую воду требует ваш организм. Ваше тело действительно просит воды. Но вода должна быть правильной. Конечно, исходная вода, на которую все это будете готовить, должна быть хорошего качества. Тут сомнений нет, потому что богатый химический состав в воде сегодня, ну, в зависимости от источника. поверхностные источники воды у нас сегодня загрязнены. И, к сожалению, тот химический состав богатый, который они могут принести к вашему организму, он скорее нарушит его работу, чем поможет ему работать более эффективно и быть в состоянии здоровья. Поэтому, если ваше тело просит воды, дайте ему эту воду. Только правильной. Спасибо.